Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как приготовить домашний йогурт. Я думаю, что лучше покупать йогурт в магазине, это не самый такой супер вариант. Я сама готовлю йогурт, этому я научилась у своей приятельницы и уже на протяжении многих лет сама готовлю йогурт. Я стараюсь купить молоко на рынке, домашнее молоко, но так как у меня сегодня не получилось приобрести домашнее молоко, я взяла такое молоко, 3,6 процента жирность. Такое молоко стоит даже гораздо дороже, чем на рынке. На рынке я беру литр коровьего молока за евро 20. Это молоко стоит немного дороже. И я не обратила внимание, это не очень хорошо, оно долгого хранения. Лучше брать молоко, которое хранится в холодильнике несколько дней. Но из такого молока у меня тоже получается домашний йогурт. Как я готовлю йогурт? Из предыдущего йогурта у меня в банке вот осталось вот столько йогурта. В прошлый раз я готовила не из литра, а 800 миллилитров молока я наливала. Вот такое количество йогурта остаётся. И я выливаю этот йогурт в молоко. Вот моё молоко. Я его довела до кипения. Оно немножко поднялось, я его отставила. Потом я жду охлаждения. Охлаждение должно быть такое, чтобы оно не было уже слишком холодное для йогурта и не было слишком горячее. То есть я пробую пальцем. Вот сейчас у меня как раз температура более-менее нормальная. Я могу не держать палец, но могу туда опустить свой палец и облизнуть. Потом я беру остаток своего йогурта приготовленного. Здесь у меня где-то будет 4 столовых ложки и смешиваю молоко. Немножко наливаю туда молока, чтобы оно лучше размешалось. Ложечкой всё это перемешиваем хорошо до однородной массы. Лучше всё-таки в отдельной посуде смешивать. Остаток йогурта с горячим молоком. И потом аккуратно выливаю эту массу в моё молоко. Здесь у меня литр. и перемешиваю. Хорошо перемешиваю. И накрываю крышкой. У меня это молоко будет стоять на плите. Здесь у меня всегда немного тепло. Что-то готовится. Лучше держать молоко в тёплом месте. И для усиления, для того, чтобы хорошо сохранялось тепло, его можно ещё чем-то, какими-нибудь полотенцами хорошо накрыть. Если же, к примеру, у вас нет такого остатка натурального йогурта, как можно приготовить первый раз? Первый раз я беру молоко и покупаю в магазине сметану 3-6 процента жирности. И ещё можно взять йогурт, натуральный йогурт, который считается как бы без добавок. Но он на самом деле с добавками идёт химическими. Или же я беру немножко творога, как у меня получается. И я смешиваю также в отдельной посудине 2 ложки сметаны, 2 ложки йогурта и добавляю ложку творожка. Или же просто добавляю одну сметану 2-3 ложки. Размешиваю йогуртом. И тогда в эту массу я выливаю ополовничком несколько ополовников горячего молока. Всё хорошо перемешиваю, выливаю в кастрюльку, закрываю, укутываю и стоит у меня эта масса до утра. Бывает в летнее время йогурт приготовляется уже к вечеру, если тепло. Но если температура недостаточно тёплая на кухне или в зимнее время, йогурт готовится немного дольше. Он может готовиться и до следующего вечера. Для этого нужно просто подождать. Если же у вас йогурт не получился, долго не прогисает, причина естественно в молоке. Если молоко не натуральное и оно искусственно приготовлено, потому что сейчас нет гарантии, что мы в магазине можем купить натуральное молоко, я тогда добавляю ещё один. Немного разогреваю его. Немного, не сильно. И добавляю ещё туда сметаны и йогурта. Йогурт по-любому приготовится. Это получается натуральный домашний йогурт. Здесь нет никаких добавок. И литр йогурта вам всегда хватит на несколько дней на неделю. Этот йогурт гораздо лучше магазинового, даже потому что его кушает кошка. Так что я буду рада, если моё видео, если мой опыт вам пригодится. А сейчас до свидания и хорошего вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok